Доброе утро, дорогие друзья! Новая неделя, новая недельная глава Мишпатим. Вы знаете, потрясающе интересно. Мы смотрели в прошлой главе гром, молния, бог спустился, такие вещи невероятные. И глава Мишпатим сразу. Купи раба, сделай то, надо то сюда пойти, здесь можно, здесь нельзя, всякие заповеди, законы. Казалось бы, ну где громадная сила, какой-то величие, главы Итро и Мишпатим. Тем не менее, считается, что Мишпатим это одна из центральных глав Торы, по одной простой причине. Потому что абстрактно любить Бога, абстрактно быть религиозным, это все. Ничего не делать, ничего, да, я верю, да. На самом деле, вера и свое уважение к Богу, если хотите, это выполнение того, что он сказал. Например, вы говорите там, я люблю что-то там, и это что-то игнорируете. Поэтому законы, которые даны в этой недельной главе, это основное для жизни человека на земле. Иудаизм вообще религия очень интересная. Она говорит, как ты встал, что надо делать, в туалет пошел, как надо делать, какой зашнуровывать сначала ботинок. Вот это является основой Торы, а не абстрактное рассуждение ни о чем. То, что предписано Творцом, называется заповедями. Это законы его. Существует версия, согласно которой заповеди вообще, это список указаний неба, чтобы нас испытать. Если мы успешно выполняем, то нам ставят галочку, если нет, минус. Вот такая вот советская система. Другими словами, сами заповеди не несут смысла. Они только для того, чтобы проверить нас. Но это абсолютно не так. На самом деле заповеди, это не просто экзамен. Само выполнение заповеди духовно влияет на нас самих и на окружающий мир. Если ты упускаешь возможность выполнить какую-то заповедь, мы не просто получим минусик. Теперь мир не достает того цвета, который мог спуститься благодаря исполнению этой заповеди. И мы с вами виноваты в увеличении темноты на земле. Люди вообще, прошлое, знаете, мудрецы Торы, они в первую очередь скрупулезно относились не к каким-то там молитвам особо, а к тому, как жить на земле. Как рассчитаться с человеком, как сделать, чтобы там, ну вот, например, давайте я приведу пример. Был такой Раф Львензон, ближайший ученик Рафа Салантра. Его наставник сказал ему отказаться от почетных всяких раввинских должностей, надо зарабатывать самую, и он пошел работать бухгалтером в Ковенский банк. Однажды его отделение, клиент, который слыл состоятельным коммерсантам, объявил о своем банкротстве. И тем самым банку был причинен ущерб в сумме 100 тысяч рублей. Раф почувствовал свою личную ответственность и решил возместить банку недостачем. Несмотря на то, что никто этого не требовал. Он уволился из банка, открыл собственное дело и в течение двух лет выплатил всю сумму банку. А его поступки достаточно неординарно сообщили во многих тогда российских, германских газетах. Это его имя стало, так сказать, эталоном честности. И благодаря такому высокому кредиту доверия он преуспел потом во всех коммерческих предприятиях, создал собственный банк. А российское правительство, полагаясь на него надежность, представило ему военный подряд, в результате которого он стал одним из самых значительных состояний у него было в мире. Для чего это рассказывает нам все это? Во-первых, вот как люди относились ко всему это? Кто просил его? С другой стороны, Бог никогда не оставляет своих детей. Был раф Израиль из Вижницы, Израиль Хаггер из Вижницы. Он отличался высочайшей порядочной пунктуальностью именно в имущественных вопросах. И не только по отношению к людей, но к государству. Вы понимаете, садились с посадкой в поезд, не успел купить билет. Контролер не явился. Он благополучно доехал до места, купил билет и порвал его, чтобы не наносить ущерб государству. Это уникальные люди. Когда ему приходилось отправлять письма с Акази, его кто-то передает, он покупал соответствующую марку и тоже ее рвал, чтобы не наносить ущерб почтову ведомству. Хафицхайм проявлял особую щепетильность при расчете с ремесленниками, например, выполняющие ту или иную для него работу. Были случаи, когда он отправлялся из города на железнодорожную станцию, вспоминал и возвращался назад, потому что он договорился платить сегодня. Вы понимаете, это все надо понять. А как это все происходит, я думаю, чтобы понять это, надо понять другое. Хафицхайм тот же говорил. Представьте себе человека, который поехал на ярмарку. Знаешь, там можно заключить выгодные сделки, он заработает, он отправился в путь, оставил семью. К нему на ярмарке подходят, говорят, слушай, давай погуляем тут, поразвлечемся. Что он скажет? Отстань. Я не для этого бросил свой дом, приехал в дальний путь. Я здесь, чтобы заработать на жизнь, для себя, для семьи, мне каждая минута дорога. Так и душа человека. Она спускается ненадолго из высших миров, чтобы приобрести какую-то духовность. Награду за исполнение заповедей. А вот злое начало начинает человеку говорить, давай пойдем там поспим, погуляем. Он должен ответить ему, как торговец из этой притчи. Разве ты не знаешь, что я чудак в этом мире? Моя душа спустилась с небес просто на какой-то промежуток времени. Как же ты смеешь отвлекать меня для пустого? Что я отвечу Творцу, когда вернусь домой с пустыми руками? Вы знаете, вот, конечно, очень многие люди стремятся к добру и все это, но есть одна вещь. Когда человек на своих весах взвешивает добро и зло, говорит, что вот это надо делать, это не надо делать. Это правильно, это неправильно. В первую очередь надо проверить, а верны ли твои изверительные приборы. Иногда человеку будет казаться, если не свериться, что всю жизнь он праведник, а на самом деле с точностью он да наоборот. Поэтому надо внимательно разбираться в себе. Надо делать то, что говорит Бог. Он сказал там вот такие-то заповеди, он лучше знает. Вот это вот слово, он лучше знает, надо положить себе в голову, ну хотя бы на эту неделю. Брахава и отслахава.